Приветствую! Мне кажется, что сегодня исторический день и его историчность заключается в том, что кому-то в государстве пришла наконец-то в голову мысль о том, что операция Бусик во всех ее проявлениях является чрезвычайно вредной для государства и общества и решили наконец-то с этим бороться. Итак, смотрим сайт ДБР. А на сайте ДБР мы находим вот такую новость. ДБР затримало двух працівників військомату Самбору, які знущались незаконно утримованого ними человека. Скажите честно, вы вообще верите прочитаному? Вы верите этому? К сожалению, мы дожились до того, что мы в это прям слабо верим. Но наконец-то это произошло. И сейчас кто-то напишет, адвоката, чему ты радуешься? Ведь это должно быть нормой. И я вам скажу, да, я абсолютно согласен с такой мыслью. Это должно быть нормой. Это не должно приводить нас в какой-то восторг, чтобы вот наконец-то правоохранительные органы начали задерживать тех людей, которые постоянно нарушают наши права. Да, мы много раз видели эти видео в сети, где представители ТЦК и СП нарушают права человека. И при этом мы получали только информацию о том, что ну да, ну что-то они там, это не совсем наши, да он первый начал и все такое. Ну ладно, мы там привлечем к дисциплинарной ответственности. И вот наконец-то кому-то в государстве пришла мысль, что с этим надо что-то делать. И наконец-то правоохранительные органы показали, что нужно с этим делать. Задерживать. Задерживать. Задерживать сразу их. Они должны сидеть так же, как и все, независимо от того, что они в военной форме. Но такое поведение не может быть допустивым. И его нужно резко пресекать и публично показывать, что с этими людьми сделано. Итак, что с ними сделано? Задержали. И давайте посмотрим, что там еще они сделали. Так, и вот смотрим, кого задержали. Задержали заступника начальника одного из отделов. И кого еще? И військовослужбовца, водяя этого отдела, причетных до побытя человека незаконного утримания. А дальше что они сделали? Давайте посмотрим. Они изменили квалификацию. Если вы смотрели мое вчерашнее видео по этой ситуации, то вы видели, что там квалификация была открыта уголовное производство по статье 406 Уголовного кодекса. А здесь уже вот посмотрите, какие статьи. 146, 127 и 426. И вот давайте сейчас перейдем на сайт Верховной Рады и посмотрим, что же это за такие статьи и какие сроки грозят людям, которых задержали. И вот первая статья 127. Кату Ваня, пытки. Вы вдумайтесь, да? Пытки. Ну и тут сомнений нет, то что там были пытки. Мы все видели это прекрасное видео. Кстати, если вы его не видели, заходите ко мне на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании к этому видео. Там будет непосредственно ссылка как раз на эти видео. И вот мы видим часть вторая. Здесь квалифицирующие признаки в чине повторно, або за попереднюю змову группой осіб, або с метою дискриминации, в том числе с мотивом расовой, национальной или религийной нетерпимости. Ну, здесь мы говорим про попереднюю змову группы осіб. И тут от 5 до 10 лет лишения свободы по этой статье грозит. Идем дальше. Смотрим. Часть вторая статьи 146. 146-я статья – это незаконное лишение свободы человека или выкрадение людины. И вот мы смотрим, что здесь. Опять же, выкрадение за попереднюю змову группой осіб, або способом, небезопасным для жизни или здоровья человека, або таке, что сопровождалось за подъемом ему физических стражданий, або использованием оружия, або здействоване протягом тривалого времени. Все, что мы видели. Группа лиц с применением оружия, с применением физического насилия. И идем дальше. А, да, здесь до 5 лет. До 5 лет. Здесь поменьше санкция. Вот видите, если здесь от 5 до 10, то здесь от 5 по 146. И смотрим еще 426 прим. Здесь перевышение військовой службовой особой влады, чьи службовых повноважений. И они здесь квалифицируют по части 5. И, соответственно, здесь деяния передбачены в чинене в умовах военного стану. То есть, отягчающие обстоятельства, по сути. И здесь, смотрите, от 8 до 12 лет им грозит. Итак, что мы видим? Три статьи. Максимальный срок по 426 прим. 1 12 лет. Это значит, что если ДБР соберет все материалы, подготовит их хорошо и доведет до суда. А обычно ДБР это делают. И дальше суд правильно оценит эти материалы. И наказание, максимально возможное наказание, вдумайтесь, 12 лет. И вот вопрос. А заслужили они максимального вот такого наказания? Что вы думаете? Вот какой бы срок вы этим людям назначили? Опять же, с учетом того, что сейчас в стране идет мобилизация, что в стране идут боевые действия. И вот такие действия, действия вот этих представителей ТЦК и СП, они же что делают? Они подрывают боеспособность государства. Потому что, когда люди видят вот эти действия, что происходит? Происходит следующее. Люди не хотят, не хотят защищать их. И, конечно же, здесь государство что должно показать? Показать порку, публичную порку. И вот этот момент тоже нужно учитывать при назначении наказания. Потому что мы должны всем показать, что если ты приходишь в ТЦК, ты защищен. И там никто не посмеет нарушать твои права. Вот что должно сейчас показать государство. И, ну, я думаю, что этим ребятам не поздоровятся и получат они хорошие сроки. Ну, по меньшей мере, так должно быть в правовом государстве. А в соответствии с частью первой статьи, со статьей 1 Конституции Украины, Украина все-таки правовое государство. И сейчас есть прекрасная возможность всему обществу это доказывать. Если вы разделяете мои мысли, то ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. А я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.